Здравствуйте, в студии Олег Панфилов и программа «Территория демократии». Россия, наверное, единственная страна в мире, где мигрантов делят на легальных или нелегальных в зависимости от политической конъюнктуры. Борьба с нелегалами, то есть с незаконно проживающими на территориях других государств иностранцев – проблема постоянная во многих странах. И бороться с ними – естественный процесс. Однако в российской политике борьбы с нелегалами все чаще обнаруживается политический подтекст. Так Кремль оказывает давление на строптивые правительства братских стран. В числе жертв в разное время были граждане Украины, Молдовы и Грузии. Сейчас настал черед таджиков. Наша сегодняшняя передача о своеобразной политике манипулирования судьбами людей. Первый сюжет подготовлен нашим таджикским коллегой Акрамджоном Абдукахаровым. Вот уже неделю Шарафат не считает дней и ночи. Она потеряла родного сына. Сыну Шарафат Эльхому недавно исполнился 21 год. Он, как и другие его соотечественники, уехал на заработки в Россию. Во время последнего телефонного разговора с матерью он пообещал ей вернуться к концу осени. Эльхома убили российские националисты. Вместо живого и здорового сына Шарафат увидела истерзанное тело Эльхома. В Россию сын уехал более двух лет тому назад. Мне очень тяжко. Мою боль могут понять только матери, утратившие своих сыновей. Если бы нашим сыновям нашлась работа на родине, то сколько трагедий удалось бы избежать. Судьба таджикских мигрантов Российской Федерации круто изменилась после приговора суда над русскими летчиками Вадимира Садовничева и Алексея Руденко. 8 ноября суд города Курган-Тюбе приговорил пилотов российской компании «Ролкан Инвестмент ЛТД» к 8,5 годам лишения свободы. Летчики были осуждены за незаконное пересечение границы, контрабанду и нарушение международных правил авиаперелетов. Последовавшая за этим реакция российских властей напоминает необъявленную войну. Шквал огня Москва обрушила на таджикских трудовых мигрантов. На родину возвращаются первые политические жертвы, депортированные из России. Толиб был возвращен из России на родину вместе с другими своими соотечественниками. Он говорит, что работал в России грузчиком. «Когда я спросил, по какой причине меня задержали и хотят выслать в Таджикистан, мне сказали, что ответ я получу на родине. Теперь, когда я уже приехал и хочу получить обратно свой паспорт, мне говорят, что нужно заплатить в посольстве России 400 евро, иначе деньги всё равно отсудят. Это якобы за то, что меня вернули на родину. Я ничего не понимаю». Тем временем правительство Таджикистана называет массовую депортацию мигрантов из России и временным явлением. На встрече с журналистами руководство миграционной службы Таджикистана заявило, что в России зарегистрировано около 700 тысяч трудовых мигрантов. По данным миграционной службы, в настоящее время в России задержаны 245 граждан Таджикистана. «За последние шесть месяцев из России в Таджикистан было доставлено 396 тел. 50% из них умерли из-за различных болезней. 45 человек были убиты. В общем, в 2011 году в России зарегистрировано около 700 тысяч таджикских трудовых мигрантов». Между тем, дело пилотов и последовавший за ним массовый отлов и депортация таджикских мигрантов из России всё более усложняется. По мнению таджикских экспертных кругов, ситуация вокруг пилотов и мигрантов создана искусственно СМИ и правительством России, чтобы поставить Душанбе на колени. Ограничится экспорт продуктов из Таджикистана. Таким образом, Кремль попытается решить вопрос о продлении срока пребывания своей военной базы в Таджикистане ещё на 49 лет и возврата своих пограничников. «Все разговоры о так называемых асимметричным ответам могут закончиться тем, что Таджикистан в односторонном порядке может установить вызововый режим с Россией, попросит 201-ю военную базу России покинуть территорию Таджикистана. И мы тут наблюдаем полностью тот же грузинский сценарий, который был осуществлён в Грузии. И всё там тоже началось с ареста четырёх офицеров России». Тем временем прокуратура Хатлонской области протестовала приговор Кургантюбинского суда в отношении пилотов, назвав его «суровым». Таким образом, Душанбе даёт понять, что готов пойти на уступки, а Кремль, в свою очередь, начинает понимать, что поднятая и мастерия вокруг осуждённых пилотов может привести к тому, что Москва потеряет своё влияние в регионе. Вы смотрите программу «Территория демократии», в которой мы сегодня говорим о современной российской политике депортации людей. Представлю своего гостя. Это политолог, руководитель Центра геополитических исследований Грузии Тенгиз Пхаладзе. Ну так, как вы полагаете, в чём причина депортации таджиков из России? Приветствую, в первую очередь. Ну, как бы, политическая составляющая всего этого, она особенно и не скрывалась. И, на самом деле, это не первый случай, когда иммиграция, вопросы легальной или нелегальной иммиграции, используется в качестве политического инструмента давления на соседних государств и на так называемую зону привилегированных интересов. То есть, политическая составляющая совершенно ясна, как вы посмели против нас что-то сделать и почему было возбуждено уголовное дело. Опять-таки, если вспомнить историю Грузии, была аналогичная ситуация, и Грузия как бы не единственный случай. К сожалению, всё это принимает более-более ужасающие обороты, и методы, которые используются, они всё более становятся бесчеловечными. Тенгиз, но есть ли какая-то преемственность традиции, насильственное перемещение народа в старой российской, точнее, советской традиции? Как быть с законами, соглашениями, межгосударственными соглашениями в рамках СНГ? Все-таки, Таджикистан и Россия – два формально братских государства, которых объединяет очень много геополитических интересов. Тем не менее, вот такой шаг очень резкий и трагический шаг России в отношении Таджикистана. К сожалению, наряду со всеми международными правовыми документами и международной правовой базой действует принцип и старшего брата, и как бы полеизъявления старшего брата. Это не только риторика, это видно по всей политике, которая проводится по отношению к соседнему государству, по отношению так называемого ближнего зарубежья, который тоже странный термин, согласитесь. И как раз вопрос заключается в том, что в том случае, если вы будете покорны исполнять волю, которая будет диктоваться из Москвы, в таком случае все эти договора будут действовать. Вы можете свободно перемещаться, вы можете приезжать на территорию Российской Федерации, тогда вы можете найти работу и так далее. А как только вы будете иметь свое особое мнение, независимо по какому вопросу, тогда мы тоже будем иметь особое мнение по поводу ваших сограждан, ваших соотечественников, которые находятся на территории Российской Федерации. Получается, что межгосударственные соглашения в рамках СНГ – это совсем не серьезные документы, ведь незадолго до случая с летчиками в Таджикистане был осужден Виктор Бут. И в Москве не было никаких акций протеста, и никто даже не пытался депортировать ни одного американца из российской столицы. Ну, это касается американцев, а здесь, так сказать, государство ближнего зарубежья. К сожалению, не только международная правовая база становится игрушкой в руках отдельных бюрократов, но и внутрироссийское законодательство. То есть, если посмотреть нашу ближайшую, новейшую историю, 20 лет независимости, я имею в виду, после развала Советского Союза, Россия постоянно борется с незаконной миграцией. То вводит визовой режим, то вводит регистрацию, учет и так далее. Но реально, если посмотреть, что происходит и в чем заключается проблема, почему до сих пор она стоит так остро, да? Во-первых, это то, что отношение к закону самой Российской Федерации, она не то, что двойственна, закон подгоняется под интересы каждого чиновника. Все эти печатные, штампы, в том числе и о пересечении границы, запросто можно достать в той же Москве или в любой области. Это все оформляется там. То есть, в принципе, получение документов, шрок получения документов, рассмотрение всех этих жалоб зависит от так называемой ставки на определенную справку. Сколько заблудите, чем больше заблудите, тем меньше будет срок рассмотрения документов. Когда расцветает такая коррупция, когда это просто, извиняюсь за выражение, это просто кормушка для отдельных чиновников, естественно, что никакой эффективной борьбы не будет. Это только одна сторона. А другая сторона уже политический вопрос. Потому что, если вы не исполняете нашу волю, тогда мы будем пересматривать наши отношения. Да, Тенгес, мы еще вернемся и к политической стороне этой проблемы, и к коррупционной. Своеобразное давление на государство бывшего СССР началось практически сразу после распада Советской империи. В начале 90-х годов появилось определение лица кавказской национальности, позволяющие на официальном уровне разделять людей на категории хороших и плохих. Но массовая депортация началась с приходом к власти Владимира Путина. Уже в 2003 году из России было депортировано более 23 тысяч человек. В 2006 году обострились отношения с Грузией. Из России было депортировано 2680 этнических Грузий. Второй сюжет об истории пятилетней давности. Мзия Шьошвиль живет в маленькой деревушке в Кахете вместе со своими тремя детьми. Пять лет она была в России, где работал ее муж. В 2006 году, когда началась депортация грузин, суд постановил, что ей надо покинуть страну. У нее была просрочена виза. На свои деньги она купила билет в Баку и выехала из Москвы. Мзия была на восьмом месяце беременности. На дагестанском участке российско-азербайджанской границы поезд остановили. Всех граждан Грузии вывели из поезда. Когда мы попросили пограничников объяснить, в чем дело, они нам не ответили. На нервной почве мне стало плохо. Помню, я попросила пограничников разрешить мне присесть на пустую скамейку. Они мне отказали. Они видели, что я беременная, но не обращали на меня никакого внимания. Иммиграционная служба тоже не объяснила, почему меня задержали. Согласно правилам депортации, мы Россию должны были покинуть без проблем. Ту ночь я была вынуждена провести на улице. На следующий день задержанным гражданам Грузии также не объяснили, почему российские пограничники не пускают их на родину, и перевели в Дербент. В течение двух недель примерно 70 депортированных были в абсолютном неведении. В течение нескольких часов мы стояли на улице. В основном, женщины с маленькими детьми. Наконец, когда мы поняли, что нас не отпускают, мы сняли комнаты. В одной комнате я была с тремя детьми и еще одна женщина с двумя детьми. В таких условиях мы прожили две недели. Старшей дочери, Саломе, было 11 лет. Она вспоминает, что ей часто звонили одноклассники, пока она вынуждена жила в Дагестане. Помню, мои друзья были изумлены, но они говорили мне, что все будет хорошо. Пять лет я училась в русской школе и уже привыкла к той жизни. Я и сейчас переписываюсь со своими бывшими одноклассниками по интернету, но уже начинаю забывать русский язык. Грузин пропустили через границу только после того, как из Москвы приехал представитель консульства Грузии. А ребенок Мзи Ишиошвили погиб сразу после рождения. Врачи сказали, что ребенок погиб либо от стресса, либо от моей простуды. Я простудилась, когда часами стояла в Дагестане на улице. У меня было воспаление нерва. Наверное, все произошло из-за этого. И никакая компенсация не спожит вернуть моего ребенка. Введение визового режима между Россией и Грузией в 2001 году было первым антигрузинским шагом со стороны бывшего президента Российской Федерации Владимира Путина. Причиной ввода виз между странами называлась некая террористическая угроза со стороны Грузии. За этим последовали и другие шаги. Запрет на ввоз грузинской продукции на территорию России и массовая депортация грузин в 2006 году. Вы смотрите программу «Территория демократии», в которой мы сегодня говорим о своеобразной российской политике депортации людей. И причиной стала очередная кампания, но в этот раз против граждан Таджикистана. Впрочем, отношение к бывшим советским соотечественникам было всегда жестким. В Душанбинском АВИР за период с 2003 по 2008 год зарегистрировано 43 967 человек, которые были депортированы и выдворены из стран СНГ, в основном из Российской Федерации. Если в 2003 году это количество было 9045 человек, то уже на следующий год составляло 18 тысяч. В 2005 году 20 тысяч, в 2007 выросло до 25 тысяч. Массовое выдворение и депортация таджикских трудовых мигрантов из Российской Федерации началось еще в 2002 году, когда были приняты федеральный закон о правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации и поправки кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Но правоохранительные органы России еще до этого занимались выдворением и депортацией таджикских мигрантов. По официальным данным число этих мигрантов составило 43 967 человек, хотя эта цифра неполная. Тенгиз, когда мы говорили о существовании неких межгосударственных соглашений, законах, ну и вообще о правовом статусе людей, которые работают на территории другого государства, на территории бывшего Советского Союза, мы не говорили еще о моральной стороне. Насколько эта ситуация изменяет внутриполитическую ситуацию в России? Мы видим, как возросло количество националистических акций, как подняли голову фашистские организации. Да, к сожалению, все это наблюдается, и опять-таки тенденция восходящая. К сожалению, все больше и больше распространяется преступление на национальной почве именно среди молодежи. И это как раз является более страшным, потому что новое поколение, которое растет, оно растет именно вот таким духом, что Россия для русских и что любой чужой – это враг или человек 2-го. Власть подогревает эти настроения? Естественно, потому что когда не делается ничего для не только пресечения этого, но и для превенции этого, потому что, согласитесь, создать такую организованную группу, реально преступную группу, которая проводит и манифестации, и акции, в том числе и карательные акции, потом все это выкладывается в интернет, даже можно найти пособие, как обнаружить в толпе ни русского, и как убить его незаметно. Все это лежит в интернете. Когда все это происходит, и не делается ничего для превенции этого зла, по-другому это назвать нельзя, это значит, что власть этому подыгрывает. Значит, это для чего-то нужно. Нужно, в первую очередь, для того, чтобы скрывать внутренние проблемы, и просто переносить акценты совершенно на другое, и тем самым разжигать не только межнациональную рост, но и создать, так сказать, ту толпу, которая будет беспрекословно подчиняться приказу. Вот это и есть. Это то, что же начало предвыборной кампании, ведь совсем скоро будут выборы в Государственную Думу, но совсем скоро, то есть через несколько месяцев, будут и выборы президента. В том числе и это. Естественно, в том числе и это. Потому что это как раз та часть, которая, безусловно, будет голосовать за того кандидата, в котором они видят человека, который может создать сильную Российскую империю. Ну, я полагаю, что есть еще одна причина, о которой, правда, пока никто не говорит, ну, за исключением такого замечания министра обороны России Сельдюкова в адрес своего таджикского коллеги. То есть обращение министров обороны в отношении гражданского летчика – это что-то очень своеобразное. Россия давно уже хочет вернуть пограничные войска на границы Таджикистана и Афганистана. Может это быть тоже причиной? Естественно, там нельзя назвать одну причину. Это совокупность причин. Таджикистан является очень важным геополитическим плацдармом для Российской Федерации. Во-первых, граница с Афганистаном. Это 201-я военная база. Это космическая станция. То есть там много чего. Почему это очень дорого для Российской Федерации? С учетом той политики, которую она ведет. Ну, мы уже упомянули о коррупции. Вот я был свидетелем в начале 90-х годов, когда жил в Москве с паспортом гражданина Таджикистана. Был свидетелем сцены, когда московский милиционер уже научился произносить несколько таджикских фраз и требовал от таджиков, работавших на рынке, взятки уже по-таджикски. Произносил там садсум, то есть 100 рублей, или ду садсум. То есть это коррупция, которая уже даже повлияла на дикие филологические знания московских милиционеров. Но формально люди, которые приезжают на территорию России без визы, как таджики, узбеки, украинцы, они для того, чтобы получить работу, должны иметь какое-то разрешение. Но если они все-таки работают, если все-таки власти России периодически говорят о том, как в Таджикистан или в другие страны бывшего Советского Союза переводят какие-то огромные суммы людей, значит, люди заработали их. Естественно. Так каким образом они становятся нелегальными мигрантами? Ну, если говорить о коррупции, это не только в правоохранительных органах. Это очень большая схема и связана с очень большими деньгами. Во-первых, кто их нанимает? Нанимать нелегалов это всегда выгодно, потому что, в принципе, юридически нет официального рабочего, соответственно, не надо платить налоги. То есть не надо поддерживать тот минимум заработной платы, который человек должен платить, если он нанимает кого-то легально. Соответственно, все соцпакеты и так далее, все это отпадает. То есть это огромный бенефит в так называемую черную кассу. Это одна сторона. Вторая сторона – это правоохранительные органы, которые этим зарабатывают. То есть они всегда знают, что если что, на этого нелегала всегда можно заработать в день несколько тысяч рублей или больше. И служба миграции. Естественно, все это происходит не без их помощи, потому что я сам жил в Москве и очень хорошо знаю, как это все действует. Потому что попробовать получить все это легально, все это очень-очень трудно. Потому что сразу начинается старая песня о том, что принесите справку о том, что у вас есть справка. И это не кончается. Тенгиз, у меня тогда появляется вопрос, а почему россияне, ну даже те, которые занимают какую-то наблюдательную позицию в связи с этой историей, они спрашивают у властей, почему люди, работающие легально, нелегально на территории России, зарабатывающие деньги, не платят налоги. То есть налоги должны платить с работодателями. Все стоят. Почему нет спроса с этих работодателей? Почему акцент переводится на несчастных людей, которые получают во много раз меньше, чем россияне? Таджики получают на стройках на 30% меньше, чем россияне. На самом деле спрос есть. Просто есть официальный спрос и неофициальный спрос. На данный момент присутствует неофициальный спрос. Все эти компании, все эти работодатели, которые нанимают нелегальных мигрантов, они на самом деле платят. Просто эти деньги никогда не поступают государственную казну. Опять-таки, повторяю, это очень большие деньги. Но если посмотреть на калейдоскоп народов, которые приезжают на территорию России в поисках заработка, ведь это не только таджики, не только грузины, это и армяне, и азербайджанцы, и украинцы, и молдаване, у них пока нет проблем. Но как часто российская власть будет использовать судьбы людей для того, чтобы оказывать давление на непослушные правительства? Ну, к сожалению, в этом российская власть непредсказуема. И просто вспоминается история с Украиной, когда для того, чтобы поддержать, это были выборы 2005 или 2006 года, если я не ошибаюсь, для того, чтобы поддержать определенные группы, тогда упразднили регистрацию для граждан Украины, и они могли оставаться на территории России в 90 дней. Тот же самое время, когда граждане России, они нуждались в регистрации, если они передвигались с одной области в другую область. И представьте, какую ситуацию? Находите в собственном государстве, в собственной стране. И из-за того, что вы просто на несколько дней приехали в другой город, вам надо обязательно зарегистрироваться, а это процедура регистрации. Опять-таки повторяю, она очень-очень ужасная. Ну, как можно вообще в целом определить политику Кремля в отношении постсоветского пространства, когда судьбами людей манипулируют с одной стороны чиновники, а экспортом и импортом товаров главный санитарный врач? Вы знаете, я просто сейчас вспоминаю, не могу вспомнить автора, но в одном из изданий Академии наук Российской Федерации там была записана такая очень заметная фраза, что нелегальные мигранты, трудовые мигранты, соотечественники, диаспора и так далее, все это является механизмом для эффективного давления на соседних государств. То есть, угрожать введением визового режима, редмиссии, депортации и так далее. Все это действует очень и очень эффективно по отношению к тем государствам, у которых, ну скажем так, социальные условия не очень хорошие, и население которого ищет заработок за границей. Да, но как в старом анекдоте, вначале бьют черноволосых, потом начнут бить рыжих и так далее, и так далее. Насколько эта эффективная политика может продлиться в России, где, в общем-то, социальная ситуация довольно опасная? Насколько национализм сможет все-таки воспользоваться, то есть, насколько Кремль может воспользоваться национализмом еще долго? Но это будет длиться до того, пока власть не поменяет приоритеты и реально не будет заниматься тем, чтобы исправить те проблемы, решить те проблемы, перед которыми стоит государство. Потому что все это называется переносом акцентов и изобретение тех проблем, которых реально нет. Это эффективно для того, чтобы скрыть свою неэффективность. Это хорошо для того, чтобы скрыть, как плохо работает государственная система. Это всегда дает хороший эффект для того, чтобы люди не задавали бы вопросы о неэффективности государственной структуры и устаревшей бюрократической системы. Дангейс, и последний вопрос. Грузия получила урок спустя пять лет назад? Прекрасный. Я бы даже сказал, что Грузия во многом благодаря России научилась жить без России. И научилась справляться со своими проблемами гораздо лучше, чем это было раньше. Потому что, скажем так, советский строй, где мы когда-то все жили, он по своей сущности был паразитным стройом. И человеку не было необходимости обязательно что-то делать для того, чтобы получить деньги. И, к сожалению, продолжителем вот этого стиля, к сожалению, является вот та элита, которая управляет сегодня Российской Федерацией. Когда мы говорим о том, что слышим то, что огромной катастрофой был распад Советского Союза, ведь речь не идет только о том, что Россия является правоприемницей Советского Союза. К сожалению, она является духовной преемницей. И поддерживает ту же самую идеологию. Возьмите сегодняшнее интервью Владимира Путина. Поэтому пока все это будет продолжаться, естественно, тот урок, который был у нас пять лет тому назад, это только может пройти на пользу. Спасибо большое. Это был Тенгиз Пхаладзе, руководитель Центра геополитических исследований Грузии. Это была программа «Территория демократии». До встречи на следующей неделе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин